Друзья, всем привет! Меня зовут Арман, я из Казахстана. Я международный студент в Китае в Сучуанском университете легкой промышленности. При нем есть еще консерватория, в которой я обучаюсь на магистратуре. Моя специальность это оперное пение, музыка. На данный момент я уже полтора года в Китае. Я сдал очистки четвертый после языкового года. Языковой год я обучался в городе Ябинь. Четыре месяца из которых в Ябине и восемь месяцев я обучался в Чэнду. Это столица Сучуанской провинции. Цель этого видео показать один день из жизни студентов Китая. Также я вам покажу сегодня свою комнату. Сходим на пары, сходим в столовую, также покажу вам спортивную площадку ну и может быть попутно еще что-то покажу. Вот. Поехали. Вот так у нас выглядит комната. Комната рассчитана на четыре человека, потому что это китайское общежитие. Но иностранцы живут по одному в каждой комнате. Здесь умывальник. Есть уборная и душевая. Вот такой у нас вид с балкона. Вообще, говорят, в сентябре нам построят специально для иностранцев новое общежитие. Но пока мы живем с китайскими студентами вместе. Внизу находится парковка для мопедов. Также есть парикмахерская, магазинчики. Вот. И здесь справа уже начинаются корпуса. И дальше идет столовая, библиотека. Вот так выглядит стандартная кровать с лестницей. Есть письменный стол, шкаф, шкафчики. И сверху место для сна. Сейчас мы выходим. Первым делом мы идем в столовую. По пути я вам покажу окрестности. Так, это класс для самоподготовки. Вот наша столовая. Так как основная столовая все закрыта, я буду есть кафе. Я выбрал до 12 юаней курицу с чесноком. Вот так она выглядит. Большая порция. Это вкусно. И самое главное, не острый. Вот все, я поил. Теперь мне можно пойти на пары. И все нужно поиграть на пиандин. Так, ищем свободный кабинет. А теперь быстро бежим на пару. Кстати, сегодня у меня только пары по специальности. Нет пар по изучению китайского языка. Пара закончена. Сейчас мы идем на урок по постановке голоса. Или, проще говоря, вокал. Это мой профильный предмет. Пока есть время, можно повторить материал. После пары я иду в столовую ужинать со своими одногруппниками. В столовых чисто и тараканов они не едят. Как это делать? Это нюржа? Нюржа? Нюржа. Нюржа? Два нюржа, да. Два нюржа? Это нюржа. Это гула? Это сенга? Да. Ага. Это сенгв. Ага. Ага. Это очень нюржа. Да. Ага. поели теперь надо забрать посылку на почте по дороге встретил иностранных друзей с йемена наконец-то добрались до почты вот так выглядит наше отделение одно из находим по номеру из сообщения и забираем теперь покажу вам магазин и возьмем воды магазинах есть абсолютно все лапша очень много лапши если покупаешь фрукты например ананас тебе прямо в магазине его и нарежут берем воду и мой любимый чай жасмина оплачиваем вичатом теперь на спортплощадку мы поедем на мопеде мне его подарил культурный центр города и бине за то что я выступил у них на одном крупном мероприятии мопеде это один из двух стадионов здесь я бегаю два раза в неделю также есть баскетбольная площадка но так как я не очень люблю баскетбол сюда я прихожу редко обычно я хожу на турнике и брусья это помогает мне быть в тонусе один мой китайский друг пригласил меня на концерт сейчас мы идем к нему надеюсь будет интересно на последний хотел рассказать о том что мне нравится в китае первое это естественно таобао об этом говорят все почта которая очень развита в китае все очень дешево вначале даже не верится что может быть так дешево и так быстро но это реалии китая второе что мне нравится это климат влажный климат и здесь тепло на протяжении всего года и даже зимой здесь ниже плюс 12 наверное ну редко когда опускается и поэтому очень тепло и комфортно третье это сами китайцы народ очень добрый приветливые отзывчивые любых проблемах тебе помогут если ты их попросишь об этом тем более они очень любят иностранцев вот так же все есть для учебы то есть учеба здесь комфортно и все для этого есть здесь есть специальные помещения для обучения даже в общежитиях есть очень удобно библиотека интернет только ходи и учись 5 китая безопасно нет никаких драк их настроенных плохо людей вот все любят иностранцев иностранцы любят китайцев то есть все всегда добрые позитивные и шестое это в китае очень много всяких активностей есть спортивные есть музыкальные то есть если ты хочешь как-то свои хобби развивать для этого тоже очень много есть всего если время позволяет ты можешь себе позволить чем-то заниматься помимо учебу вот и на этом у меня все это был один день из жизни студентов китае буду рад если вам понравилось если есть какие-то вопросы можете меня спрашивать всем пока